Как появился напиток из кофе? Как влияет кофе на организм? Какие болезни нервной системы помогают предупредить кофе? Что влияет на состояние печени и поджелудочной железы? Что происходит с сердцем и сосудами? Оказывает ли воздействие на онкологию? Как воздействуют на процессы старения? Как пить кофе, чтобы была только польза? Смотрите видео до конца, чтобы узнать, против каких болезней кофе оказывает профилактическое действие. Перед началом видео выпейте чашечку кофе, нажмите на красную кнопочку, у нас есть еще много полезных сюжетов, которые вы не пропустите, если подпишитесь на канал. Сейчас уже сложно представить такое время, когда не было кофе и люди не знали о чудесных свойствах этого напитка. Хотя споры о пользе и вреде продолжаются. Как появился напиток кофе? Своим появлением и распространением по свету кофе обязан Эфиопии, а вернее простому пастуху, который сначала заметил странности в поведении своих коз, объедающих листья с кофейных деревьев. После такого пиршества они становились крайне возбужденными, плохо спали, быстро возбуждались. Об этом пастух, которого звали Калди, рассказал настоятелю монастыря. Тот решил опробовать отвар из плодов этих деревьев на себе. Проведя эксперимент, он удивился тому, что этот напиток сильно тонизировал, а аромат, который от него исходил, был необычайно приятен. Тогда настоятель рекомендовал монахам использовать этот напиток для улучшения активности и поддержания постоянной бодрости. В процессе совершенствования приготовления снадобья монахи пришли к выводу, что лучше всего готовить его из пережаренных и измельченных зерен. Так появился кофе в 9 веке нашей эры. С тех пор он завоевал весь мир. Сейчас сложно представить такое место, где не делают кофе и не придают целые или молотые зерна. В Европу попал кофе в 12 веке, а в Россию еще через 50 лет благодаря Петру Первому. Сейчас существует более 90 различных сортов кофе, но в основном используется арабика и робуста. Способов приготовления ободрящего напитка множество, его подают с различными наполнителями и добавками, пьют с молоком и сливками, перцем, сахаром и корицей. Каждый может подобрать напиток под свой вкус и настроение, общее состояние и самочувствие. Как влияет кофе на организм? Кофейные зерна и получаемый из них напиток содержит алкалоид кофеин, минералы и витамины, теофилин, тиабрамин, эфирные масла. Всего считается, что кофейные зерна содержат более двухсот различных веществ и элементов. К каким изменениям в организме приводит выпитая чашечка кофе? 1. Тонизирует сосуды, повышает артериальное давление, улучшает процессы метаболизма, оптимизирует обмен углеводов и жиров. 2. Стимулирует работу центральной нервной системы, повышает концентрацию внимания, способствует уменьшению усталости, уменьшает вероятность развития патологических процессов в головном мозге, ускоряет перистальтику кишечника и уменьшает процессы образования фиброзных изменений в печени, обладает мочегонным действием, положительно влияет на мужскую силу, способствует повышению физической активности, стимулирует силу и ловкость, повышает уровень адреналина, кортизола и инсулина, не дает полностью усваиваться некоторым минералам, проникает через плаценту, может останавливать рост и развитие раковых опухолей. Влияние кофе на организм неоднозначно, но при умеренном употреблении напитка отрицательного воздействия не отмечается, а возникают изменения в организме, способные противостоять целому ряду болезней. Только не лечить уже имеющиеся, а оказывать профилактическое действие на вероятность их развития, все эти положительные свойства относятся к черному, кофеин-содержащему напитку. Какие болезни нервной системы помогают предупредить кофе? Кофеин, входящий в состав кофейных зерен, является важным веществом, не дающим развиться дегенеративным и обменным нарушением головного мозга. Люди, употребляющие кофе, значительно реже страдают болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера. При различных исследованиях была выявлена такая закономерность, что среди тех, кто пьет кофе, старческое слабоумие развивается на 65% реже. Это происходит вследствие того, что кофеин блокирует пути распространения сигналов внутрь нервных клеток, приводящих к их изнашиванию и старению. То есть он встает на пути передачи, нарушающих нормальную работу нервной системы импульсов. В результате этого не происходит образования амилоидных бляшек в клетках головного мозга, приводящих к болезни Альцгеймера. Не дает погибать нейронам, вырабатывающим нейромедиатор дофамин при болезни Паркинсона, дрожательном прорече. Как влияет на состояние печени и поджелудочной железы? Кофе оказывает свое положительное воздействие на печень, стимулируя метаболизм и не давая формироваться фиброзным изменениям, а значит является профилактикой цирроза печени. При других равных обстоятельствах у того, кто употребляет кофе, шансов развития цирроза печени значительно меньше, примерно на 80%. Кофеин блокирует отрицательное влияние различных токсинов на печень, поэтому перерождение функционирующих печеночных клеток в соединительную ткань не происходит. А ведь возможно развитие цирроза печени при алкогольной интоксикации, как исход хронического вирусного гепатита, при некоторых сердечных недугах. Это не значит, что можно пить алкоголь и запивать кофе. Это означает, что те, кто употребляет кофе, могут не заболеть циррозом печени в тех случаях, когда не пьющие кофе будут страдать от этой болезни. При наличии уже цирроза печени употребление кофе может замедлить прогрессирование заболевания. Кофе обладает желчегонным действием, улучшает синтез и отток желчи, что является профилактикой заболеваний желчного пузыря и желчных протоков, образования камней. Повышенное желчевыделение способствует очищению клеток печени, а значит уменьшает токсическое воздействие на них вредных факторов. Поджелудочная железа под воздействием кофе повышает свою активность по синтезу инсулина при повышении уровня глюкозы крови. То есть она более активно реагирует на изменения концентрации глюкозы и стимулирует выброс инсулина, значит является профилактикой развития сахарного диабета. Причем у мужчин, пьющих кофе на 50 процентов, а у женщин на 30 процентов. Что происходит с сердцем и сосудами? Под влиянием кофе отмечается улучшение проводимости импульса по проводящей системе сердца, что позволяет предотвратить развитие мерцательной аритмии и других нарушений ритма сердца. Однако, если уже были пароксизмы неритмичного сердцебиения, то употреблять кофе не стоит. В отношении сосудов кофеин повышает их тонус, что способствует поддержанию нормального уровня артериального давления, позволяет употреблять кофе как стимулирующее средство при выраженной гипотонии, то есть низком кровяном давлении. Оказывает ли воздействие кофе на онкологию? По результатам многих исследований, употребление черного кофе у мужчин приостанавливает рост аденомы предстательной железы и при рождении аденомы простаты в рак. А у женщин подобным образом он действует, то есть не дает развиваться раку молочной железы. Вообще, по отношению к репродуктивной мужской функции кофе оказывает положительное воздействие. Если еще говорить о раке, то возможность формирования онкопатологии в толстой кишке и в печени значительно снижается у тех, кто выпивает несколько чашек черного кофе в день. Под воздействием кофеина уменьшается возможность замедления обмена веществ в клетках, приводящая к мутациям, то есть перерождению клеток. А именно перерождение, рост неактивных, дегенеративных измененных клеток и является злокачественным онкологическим процессом. Также происходит замедление деления патологических клеток. Как влияет на процессы старения? Кофе способствует профилактике многих серьезных заболеваний, не дает уменьшаться интенсивности обмена веществ, а это значит, что напиток противостоит старению. Кофеин блокирует определенные сигнальные пути и приводит к тому, что нарушений в работе клеток не происходит. Сохраняется способность к активной регенерации, ускоряется метаболизм, что и не дает состариться организму. Большинство веществ, которые содержатся в кофе, являются антиоксидантами, поэтому так активно противодействует напиток старению, разрушительному действию свободных радикалов, процессам окисления. Кофе обладает легким слабительным действием, а также имеет мочегонный эффект, что приводит к очищению организма. Выводит шлаки, уменьшает неблагоприятное воздействие токсинов. Что может еще кофе? Кроме перечисленных профилактических влияний на возможность формирования некоторых патологических состояний, кофе помогает уменьшить бронхоабструктивный синдром, приводящий у больных с бронхиальной астмой к дыхательной недостаточности. В составе его содержится теофилин, который действует на рецепторы бронхов и приводит к их расширению. Во время приступа бронхиальной астмы чашка кофе будет очень кстати. Еще кофе помогает бороться с ожирением, он стимулирует обмен веществ, который ускоряется примерно на 5 процентов и понижает аппетит. Таким образом, выпивая в течение дня несколько чашек кофе, можно избавиться от лишних килограммов. Конечно, если пить только черный кофе, без сахара, молока и сливок. А вот корица или черный перец усилят стимулирующее действие напитка на обмен веществ. Кофе может уменьшить мышечные боли, связанные с избыточными тренировками, поэтому его стоит использовать с этой целью после интенсивных тренировок. Как пить кофе, чтобы была только польза? Кофе – бодрящий и стимулирующий напиток. Его активные ингредиенты положительно воздействуют на организм, если количество их не слишком высокое. Если пить кофе слишком много, то возможно возникновение различных проблем с самочувствием, а также ухудшением общего состояния, в особенности со стороны сердца и нервной системы. Поэтому надо пить кофе правильно, а именно. Выпивать в день не более 3-4 чашек. Именно такое количество оказывает положительное воздействие. Если больше, то индивидуально, возможно появление избыточного возбуждения, учащенного сердцебиения, тремора. Употреблять кофе в первой половине дня, чтобы возбуждающее и стимулирующее действие к ночи полностью прекращалось, иначе будет бессонница. Не пить кофе натощак, обязательно употреблять его после завтрака и не сразу, а спустя 15-20 минут после приема пищи. Иначе возможно неблагоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Крепкий кофе рекомендуется сопровождать холодной водой, чтобы компенсировать потерю жидкости, поскольку кофе обладает выраженным мочегонным эффектом. Старайтесь употреблять только натуральный молотый кофе, он гораздо полезнее, содержит больше болезных веществ. Нельзя смешивать кофе с жирной пищей, это может привести к ухудшению и даже нарушению пищеварения. Также не рекомендуется добавлять в кофе алкоголь, потому что действие алкоголя нейтрализует полезное качество кофе. Кому нельзя пить кофе? Не стоит пить кофе в следующих случаях. В случае обострения язвенной болезни желудка, потому что кофе стимулирует образование соляной кислоты, которая ухудшит процесс заживления язвы. При заболеваниях щитовидной железы, поскольку кофе может угнетать действия щитовидки и усугублять симптомы тиреотоксикоза. Если имеется нарушение в усвоении кальция, кофе приводит к нарушению всасывания кальция, а значит будет возникать дефицит кальция в крови, что приведет к ухудшению самочувствия и развитию остеопороза. Когда понижен гемоглобин, выражена железодефицитная анемия, кофе приводит к замедлению усвоения железа, а при анемии его и так не хватает. Во время беременности, в период кормления грудью и детям. Если соблюдать все рекомендации по употреблению кофе, то напиток защитит от многих болезней, повысит жизненный тонус. Только не забывайте о том, что не следует злоупотреблять напитком, чтобы не было обратного действия.